здравствуйте дорогая аудитория меня зовут стас и много лет назад я как-то так получилось плавно вошел в айти сам для себя не понял как это случилось но это знаете как билет в один конец то есть обратно обратной дороги уже нет если есть любовь на всю жизнь то это любовь к айти я должен с вами поделиться чем-то очень важным тем что должно помочь вам найти свое место в мире информационных технологий это действительно очень важно и на самом деле вы все знаете ответы на эти вопросы ну давайте я попробую представить их под несколько другим углом значит чтобы зайти войти 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 нужно придерживаться нескольких правил постоянно и первое правило тыкать так не работает и первое правило это правило делает то что тебе нравится владим сказал делай то что ты любишь кто согласен с этим утверждением есть такие люди да это это классное утверждение она действительно правильная но я бы хотел взглянуть на него немножко иначе и вот почему знаете вот есть такие люди они называются ученые и вот эти ученые время от времени подбрасывают нам пищу для размышлений так вот одно из последних открытий можно так сказать ну или я недавно об этом просчитал открытие в моей жизни это то что на самом деле мозг до ученые утверждают что у всех людей есть мозг ну так себе утверждение но ладно мы не будем с этим спорить так вот этот мозг которую с нами собственно управляет да он делать следующее нам нравится делать нам нужно делать не то что мы любим а нам нужно делать то что мы умеем потому что мы любим как раз то что умеем это очень интересное утверждение наверно поэтому многие люди любят ничего не делать но потому что это у них классно получается правильно вот исходя из этой логики мы должны идти дальше и в первую очередь мы должны понять что мы умеем каждого из нас есть свои задатки и определив это что мы умеем мы поймем что мы любим и тогда мы станем успешными как раз в этом деле так ну что следующее правило мы зачеркиваем делай что нравится и получаем правило делай то что у тебя получается и автоматически ты будешь это любить правило номер два ничего не бойся знакомо это правило наверное родители или друзья всегда вам говорят когда вы сомневаетесь в себе или что-то вроде этого происходит они вам говорят ну ничего не бойся все будет хорошо правильно вот а вообще давайте мы разберем вот это понятие страх зачем оно нужно человеку ну начнем с животных да а потом человеку перейдем страх нужен животному для того чтобы выжить потому что если бы у него не было страха сами понимаете там зайца бы поймал волк и так далее вот с людьми с людьми та же самая история правило номер два это наоборот бойся бойся не попасть в эту сферу бойся потратить свою жизнь на что-то ненужное бойся не попасть вот в этот поезд который уже на самом деле уходит а дело в том что по значит исследуем тех же ученых ближайшее время ближайшие 10-15 лет вымрет около восьмидесяти процентов профессии которые есть сейчас это плохая 10-15-20 будем так говорить вот они будут постепенно вымирать да вот и дело в том что это плохая новость но есть и хорошее потому что будут появляться новые профессии и так или иначе практически 99 процентов всех новых профессий будут связаны с информационными технологиями потому что информационные технологии это не только front-end back-end маркетинг я правильно сказал вот и все остальное если вам это интересно вы можете зайти в интернете в гугле набрать атлас новых профессий это огромный проект который собирает информацию о новых профессиях будущего и не только собирает информацию об этих профессиях но и немножечко расписывает как нам сейчас уже подготовиться к этим новым профессиям так вот правило номер два нужно бояться нужно бояться упустить свой шанс именно это чувство страха она вас будет гнать гнать учиться самим гнать в компьютерные школы себя преодолевать и так далее знаете у меня всегда есть несколько таких визитных историй много лет назад когда я только начинал ну вообще что то делая в сфере информационных технологий были было такое понятие мультики на флэш кто их помнит да да видите сразу сразу возникает вот эта фраза масяня кто-то всегда выкрикивает масяня кто смотрел масяня вообще когда в этом году побольше людей смотрелся а стыдно да все остальные не поднимать потому что стыдно ну так вот если вы помните эти мультики всегда начинались с кнопки старт чем наводишь на кнопку старт старт давай старт нажимай вот хорошо и я как-то у меня вот днем и ночью меня занимала вот эта идея как сделать эту кнопку как и не реализовать как сделать так чтобы нажав на кнопку загрузился мультик и пошел тот момент был очень мало материала вообще по этой теме особенно на русском языке английском тогда вообще еще не буму не шарил вот поэтому бесполезно было что читать переводчики были не такие умные как сейчас вот и как вы думаете что я сделал я набрался наглости и написал олегу куваеву создателю значит мультика масяня и спросил у него как сделать эту дурацкую кнопку потому что я уже неделю там учился с ней и что вы знаете он не ответил ответил очень в развернутом виде я по шагам сделал то что он мне сказал и все получилось эта история как раз таки а вот этом правиле бойся упустить свой шанс если тебе что-то тебя маникально к тебе в голову залезло ты должен это довести до конца если тебе это действительно интересно еще одна маленькая история эта история такая что не нужно бояться до каких-то инициатив со своей стороны есть еще одна история она очень лично она в том числе потому почему я здесь уже получается 6 лет назад я приехал в одессу до того лет 25 своей жизни я вырос и прожил в городе кишиневе у меня была прекрасная жизнь меня все устраивало вот но в какой-то момент захотелось как ксюша сказал захотелось хардкора у меня было все нормально у меня было более-менее оплачиваемая работа я закончил университет потом мы поговорим о том как вот но мне захотелось поставить себя в какие-то жесткие рамки и поэтому я заработал денег ровно на месяц который я мог провести в одессе сам без семьи без знакомых без друзей вы знаете что такое снять многие наверное знаешь такое снять квартиру в одессе это не такая же простая задача вот и 6 лет назад это случилось я приехал в одессу снял квартиру у меня денег ровно было вот на месяц чтобы более-менее выжить и получить первую зарплату как вы думаете как прошел мой первый рабочий день плохо плохо это не то слово которое невозможно невозможно описать насколько плохо прошел первый рабочий день потому что когда я вышел из офиса я сел на 150 машутку кухонте ирова в свою квартиру я подумал что я наделал зачем я вообще это все затеял я ехал стопроцентным чувством что я еду на вокзал сейчас я выйду на вокзале я покупаю билеты я еду домой зачем мне все это надо зачем мне нужны эти сложности но потом когда я уже подъезжал к вокзалу знаете это такое такое как фильмах случая судьбы такой едешь и думаешь выходите выходить я подумал что все эти мысли лишь страх чего-то неизведанного да что эти эти мысли надо дать себе шанс шанс победить эту ситуацию я себе ее придумал я победил как говорится и вот ну и смотрите шесть лет прошло я здесь я работаю в сфере информационных технологий и все у меня в этом плане только начинается как говорится вот как вы думаете какое третье правило а очень-очень хорошо да кто в зале знает слова из трех букв все знают да все знакомы а много вы знаете слов из трех букв ну просто для справки много замечательно ну это и к чему потому что есть такое правило до работой работа еще раз работа это правило оно было применимо ну наверное давно давно оно сейчас не сильно отражает суть происходящего сейчас есть другое слово который мы произносить не можем но можем немножечко приблизиться к нему есть три буквы да если вы хотите если вы хотите попасть в сферу информационных технологий вы должны ебыша если вы хотите прийти получить эффект от школы компьютерной школы вы должны прийти записаться отходить все занятия не просто отходить сделать все домашние задания то есть вы должны и больше а после после компьютерной школы вы должны ебыша чтобы устроиться на работу и когда вы будете уже на работе вы тоже должны не ебыша и причем вот эти три буквы они все время вот так растут 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 раз они здесь не невозможно это сделать но это 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 правило это правило которое необходимо так прошу и вообще должен говорить по печки а кому а кому интересна эта тема вообще поднимите руки о ну нормально про php php это на данный момент язык который входит десятку самых популярных языков программирования да ну громко сказано на рынке сейчас существует два php фреймворка которые решают все это фреймворк ларвел и фреймворк симфонии сам по себе язык пички абсолютно бесполезен без сопутствующих технологий да то есть нам нужны как правило какие-то базы данных с которыми будет взаимодействовать наш язык пички и тогда у нас рождаются отличные в веб-приложения да которыми мы все так или иначе пользуемся какие интересные вот у вас вопросы конкретно по пичпи вот так вот на вскидку мне просто я хочу живое живое общение пички не умирает на пичпи сейчас пишутся как правило api то есть просто ответы от сервера которые дальнейшем обрабатываются фронт-эндом да об этом рассказывал первый докладчик простите типа да но на самом деле на печке можно писать и чат-ботов очень популярная тема и даже машин лернинг какой-то осуществлять ну я сам понимаю что это извращение но тем не менее такие возможности есть не стоит их отметать вот значит вернемся к третьему правилам правилу и баша и еще один аспект который в этом правиле заключается мы обговорим знаете что вот мы уже все с вами практически не буду говорить за каждого мы с вами не люди акта киборги да у нас есть новая часть тела это наш телефон вот соответственно для того чтобы войти в сферу информационных технологий вы должны вводить их в свою жизнь постепенно вы должны применять языки программирования себе в пользу допустим я не знаю вам приходит имейл какой-то вы сделали какой-то чат-бота который вам в telegram пишет сообщение об этом вы должны применять уже сейчас на текущий момент применять какие-то навыки программирования для того чтобы получать от этого пользу потому что только когда информационные технологии станет частью вашей жизни и вы станете частью жизни информационных технологий это единственное правило вот и вот моя визитная история наконец-то когда учился в университете как раз таки вот это правило я очень хорошо применил кто здесь студент так еще 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 достаточных людей студентов и кто был студентом ну прекрасно ну тогда вам знакомая ситуация когда вам встречается преподаватель который вас ну так мягко говоря недолюбливает было такое или ну вот не раз да и такая история случилась у меня то есть я пришел в аудиторию мы с преподавателем сразу друг другу не понравились бывают такие истории и практически открытым текстом мне было заявлено что ты мой экзамен не сдашь кто с таким сталкивался а как вы решали эти проблемы учили прекрасно правильно правильно но мы пошли другим путем дело в том что именно этот предмет экзамен по нему сдавался на компьютерах в виде тестирования да мы проходили тесты получали итоговую отметку этих тестов было очень много они были очень откровенно плохо составлены и составлены именно так для того чтобы тебя действительно завалить вот я думал что делать с этой ситуацией и потом знаете как звезды сошлись у меня в группе было несколько человек с помощью которых мы могли сделать одну маленькую шалость знаете как гари поттере шалость удалась вот так было и у нас то есть я у меня был друг который дипломная работа которого было написание антики логера знаете что такое килогер это такая вредоносная программа которая ловит нажатие клавиш на компьютере то есть таким образом могут стыкзить ваши пароли явки адреса и так далее вот он занимался антики логером ну пришлось писать и килогер да невозможно написать антики логера если не знаешь какие логеры написать вот соответственно он написал кей логер да а другой мой знакомый из этой же группы он был системным администратором в том кабинете где у нас проходили занятия идея была в чем мы устанавливаем эту программу этот кей логер на все компьютеры ловим пароль преподавателя заходим в систему выкачиваем вопросы учим и сдаем экзамен как вам схема нормально нормально да мы тоже думали что нормально мы тоже мы тоже очень порадовали за себя но столкнулись с несколькими проблемами значит поскольку все это делалось очень сумбурно практически в последние дни перед экзаменом да мой друг написал кей логер но не учел одного что бывает не только прописные буквы но и заглавные да это проблема потому что кей логер поймал только прописные буквы соответственно мы эту проблему решили как мы взяли этот пароль и сделали все возможные варианты всех значит регистров букв и все таки подобрали когда мы зашли в лмс и начали выкачивать вопросы мы поняли что тут засада знаете какая а мы просто не успеем их выучить потому что их очень много ну и как все гениальное все приходит вот так вот внезапно да и в этот момент я подумал мы программисты или не программисты и мы сделали следующее мы сделали джейс скрипт который при нажатии клавиши подставляет правильный ответ сам и и таким образом все посвященные сдали экзамен многим раздали это эту программку да но даже некоторые люди как утверждаешь у них есть мозг даже этим не мы не смогли воспользоваться понимаете вот такая вот история тут мы плавно 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 подходим к вопросу все таки почему уже круто разрабатывать бэкэнд на пичпи ну или вообще писать на пичпи потому что есть куча других самых языков это круто потому что у вас в руках инструмент особенность которого есть только у него самого нету ни одного другого языка такого как пичпи который может позволить да давайте вот так скажем какие особенности у пичпи может быть да у него легкий порог вхождения ну ну и все это его особенность да ну повыше повыше пичпи все-таки меньше порог вхождения но дело в том что о пичпи все-таки его секрет заключается не в том что у него есть какие-то функции эффективные не в том что бронебойная библиотека не в том что в чем в том что он дает скорость скорость реализации задумки скорость реализации мечты скорость в наше время играет не скажу определяющую роль да но скорость очень важна если бы не было энтузиастов пишущих на пичпи такой же первый докладчик не смог бы привести статуе из википедии потому что не было бы википедии вы думаете никто не писал википедии аналоги википедии в тот момент нет писали но мы знаем ту википедию которая сейчас доступна по домену wikipedia.org да и это позволит это это случилось только благодаря тому что она написана печь пена было написано первее всех многие проекты написаны первые версии на печке дальше они конечно же переписывались на более производительные языки программирования например даже говорят что первая версия ютуба там какая-то была на печке конференция тэд кто смотрит все их ресурсы работают на печке ну и в конце концов 4 февраля 2004 года парень который когда-то будет выступать на этой сцене или вообще в гилеле да этого парня зовут я в это верю этого парня зовут марк цукерберг поставил свою последнюю точку запятой в пичпи скрипте и выпустил свет социальную сеть фейсбук который пользуется два миллиарда человек каждый месяц понимаете это произошло только благодаря тому что на печке это было написать быстрее быстрее реализовать эту задумку все течет все меняется технологии сменяют друг друга печки тоже развивается но одно днем остается неизменным он дает нам тот реактивный ранец с помощью которого мы можем быстро реализовать какую-то идею и проверить ее и таким образом в том числе проверить на работоспособность наше стремление к мечте у меня все а 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 и а а а а а вы должны понять, зачем это вам нужно. Деньги – это прекрасная история, но это не все. Первые какие-то скрипты, которые я вообще писал, это были скрипты для игры, я не знаю, кто в StarCraft играл, карта StarCraft первая, где мы могли сценарии прописывать и так далее. Нужно было чем-то удивить, поиграть с друзьями, что-то придумать. Вот в этом изюминка, вот в этом суть вопроса. Вы должны что-то захотеть сделать, и без информационных технологий это невозможно. Когда у вас появится вот эта идея, или задумка, или что-то, тогда вы можете посоветоваться с кем-то и выбрать язык, который позволит вам это сделать. Языки программирования – это всего лишь инструмент реализации задачи. Инструмент. Вы не будете гвоздь забивать вилкой, или пуфиком, или чем-то угодно. Вы возьмете для этого молоток. С языками программирования – та же самая история. Вы должны знать, что вы хотите, и таким образом дальше вы подберете инструмент. Ну, я не знаю, тут такие спорные вопросы. Ну, смотри, я вообще блестяще. Я помню выступление одного фронтенщика. У него был блестящий тезис. Он говорит, я фронтенщик, я это люблю. Знаете почему? Потому что я могу объяснить своей бабуле, что я делаю. Я нажимаю на кнопку, и появляется картинка. Вот, на бэкэнде это так не работает. Бэкэнд – это немножко про другое. Бэкэнд – это, не знаю, ну, вот это фронтенд. Да? А если глянуть туда, то это бэкэнд. То есть вы должны все-таки понять, что вам больше нравится, что вы больше любите, что вы больше умеете. Вы умеете рисовать? Нет. Хорошо. Если мы не умеем рисовать, мы можем научиться верстать. То есть брать рисунки уже готовые, да, и воплощать их в жизнь, то есть делать из них рабочие веб-сайты. Вы должны понять, что у вас получается. Для этого надо попробовать тут, попробовать там, и вы поймете ваше чувство. Это некрасиво сказано, но все равно. Наше животное чувство всегда нам подсказывает, в какую сторону идти. Это когда звери бегут из леса горящего, да? Они знают, куда бежать. Каким образом? Непонятно. Вот и так мы тоже должны, если мы не знаем, куда идти, мы должны не пускаться, как это говорится, в омут с головой там, да, а немножечко посмотреть здесь, посмотреть там, и послушать себя, себя звериного, и это вам подскажет, куда идти. Так, давайте вы, Панислав. А все же хотелось бы поинтересоваться, какие гвозди можно этим молотком забивать? То есть имеется в виду, что, какие возможности у PHP, если в принципе они в каких сферах они применимы? Вы знаете, у PHP не столько возможностей, сколько наследия. Потому что на данный момент, ну вот смотрите, знаете, что такое CMS? Content Management System – это системы, которые позволяют не программистам, да, создавать блоги и так далее. На данный момент, на 2019 год, 70% всех CMS, которые вообще есть в природе, они написаны на PHP. Соответственно, если нам нужно развивать эти проекты дальше, мы будем делать это опять же на PHP. И это ответ на ваш вопрос, что мы можем делать с PHP, да? С помощью PHP мы можем опять же писать тех же чат-ботов и так далее. В чем будущее? Вообще у всех языков программирования практически сейчас есть одна большая проблема. Знаете, какая? А? Не, ну то, что их много – это нормально. Это хорошо даже. Появляется одна очень такая тема, специфическая. Знаете, появляется вот в сфере информационной технологии такая секта, которая называется «Дата-сатанисты». «Дата-сатанисты», прошу прощения, да? Это люди, это люди, которые в скором времени или не в скором, они лишат нас работы, потому что код сам будет писать код, да? Компьютер будет рисовать картины, дизайны и так далее. Вот. Это проблема всех языков программирования, что они сейчас под угрозой вымирания. Ну, это, конечно же, далеко в будущем. На наш век еще хватит, так что учитесь. Там не совсем PHP было, да, там немножко гоу было. Но не в этом дело. Я вкратце расскажу, если уж такой вопрос. Дело в том, что когда-то я сидел без работы, ну, официально, да, там что-то фрилансил, и в какой-то момент, наверное, все натыкались на вот эти файлообменники, да? Скачай там тысячу раз, ты выкладываешь файл, файлообменник, скачаешь его тысячу, ну, не ты качаешь, его качают тысячу раз, и вы получаете там 5 долларов условно, да? Вот, типа заработок дома. Вот. Я решил немножко пуститься в эту схему и начал выкладывать вот эти материалы, да? А, этого нельзя говорить. Ну, не важно. Значит, начал выкладывать эти материалы и в какой-то момент понял, что я обезьяна, что я делал обезьяню работу, что зачем мне это делать вручную, если это может делать скрипт. Вот, на мой взгляд, это самое крутое, что я когда-либо делал, это скрипт, который заходил на сайт, да, где есть бесплатные, не бесплатные, господи, ну, файлообменные ссылки. Скрипт что делал? Он брал и делал мой ручной труд автоматически. Он брал, сканировал статьи за сегодня, выкачивал эти материалы, переделывал картинки и выкачивал их на мои аккаунты и постил эти посты уже на моем таком сайте. То есть, это все происходило автоматически. Мне это очень нравилось. Вообще, язык программирования, это любой, да, это средство для автоматизации чего-то. Я, да, ты об этом особенно расскажешь. Сбил с мысли собака. Ладно. А что я говорил? Для автоматизации. Для автоматизации, да, для автоматизации каких-то процессов, да. Я слушал какой-то блок, смотрел какого-то чувака, который занимается как раз-таки data science. Короче, они каким-то образом отгораживают детей от ненужного их контента. Причем не так, что там стучат родителям, а как-то они это очень хитро делают. Это какая-то фирма, я не помню. Я много материала всякого смотрю, была и главную мысль только запоминаю. Так вот, в чем была его мысль? В том, что у них в фирме есть такое правило. Если ты что-то сделал руками, ну, грубо говоря, да, более двух раз, то ты должен это автоматизировать. Это вообще классное правило, к которому я сейчас пытаюсь постепенно, потихонечку приходить. А мы это можем сделать, потому что у нас есть языки программирования. Это скорее вопрос, наверное, просто к верстке. Это фреймворки. Еще раз тогда вопрос. Перефразирую, с какими проблемами мы сталкивались, когда использовали фреймворки. Хорошо. С какими проблемами мы сталкивались? Мы сталкивались с проблемами, но это больше связано не с фреймворками, а с людьми, потому что вот начинается проект, он пишется на каком-то костяке, вот на фреймворке, как Костя говорил, это ящик с инструментами. И в какой-то момент, ну, все же меняется, все развивается, выходят новые версии этих фреймворков. А обновлять именно этот фреймворк, который работал на данном проекте, никто и не собирался. И вот в какой-то момент просто люди получают огромный плюс от новых версий фреймворков, а другие сидят со старым фреймворком и мучаются от него, просто потому, что там нету каких-то новых фич. А апнуться уже практически невозможно, потому что нужно переписывать полпроекта, потому что если выходят абсолютно новые версии, это очень сложно адаптироваться, особенно когда они перепрыгнули через две версии. Вот с этими проблемами. То есть кто WordPress когда-то устанавливал? Ага, есть такие люди. Ну, вот вы тогда знаете, что WordPress тоже постоянно нужно обновлять, да? Вот это же самая история. Вот фреймворк, CMS, любой движок постоянно должен быть в актуальном состоянии для того, чтобы быть эффективным. У вас так будет меньше багов, меньше проблем, меньше головной боли. Так, трогаем вопрос, давайте. В чем разница между PHP и JavaScript? То есть что может PHP, то что может JavaScript? Что здесь более используется? Ну, JavaScript, это язык, по-моему, сейчас он вообще на первых позициях, потому что он очень сильно развился. Вам первый докладчик об этом очень много рассказывал. JavaScript, это язык, который, как правило, если мы не рассматриваем бэкэн-часть, он работает на стороне браузера, на стороне клиента. PHP, это язык, который не умеет работать на стороне клиента. Это язык, который работает на стороне сервера. Вот в этом их принципиальная, как бы, разница. Оба языка странные, я вам так скажу. Не без странностей. Но вообще это объяснимо, почему языки программирования странные. Знаете, в начале прошлого века один английский психиатр, он заглянул в будущее и составил психологический портрет психбольного будущего. И знаете, с кем он совпал, этот психпортрет? Он совпал с программистами 60-х, 70-х годов. Вот. То есть, на самом деле, если вы посмотрите на создателей языков программирования, как правило, это интроверты, очень закрытые люди, как правило. Вот. И, соответственно, они дальше несут философию этого языка, они эту философию в них помещают. И мы подбираем язык программирования, в том числе, который нам больше соответствует. Вот. Я говорил про особенность PHP, о том, что он больше для таких, я не знаю, энтузиастов, гиков, которые хотят быстро что-то решить, какую-то проблему. И это ключевая фраза, потому что сам создатель языка PHP, да, я, к сожалению, плохо с именами у меня. Вот. Но он сказал, когда его спросили, он сказал, я не люблю программировать, я люблю решать задачи. И вот эта философия языка PHP, она дальше идет в массы. Потому что, как правило, PHP-шник, он не пишет, он не соответствует каким-то особым парадигмам программирования, он решает задачи. Быстро и эффективно. Вот. Поэтому тут сравнивать с JavaScript-ом несколько вообще разные абсолютные инструменты. Так. Спасибо большое, Стас. Спасибо. Спасибо.